Я обращаюсь этим наставлением ко всем, к юношам и девушкам, мужчинам и женщинам. Ведь покаянии нуждаются все. Так давайте же сядем в поискающихся и поедем в поселение вернувшихся. Присоединимся к каравану вернувшихся из числа мужчин и женщин. Тем самым поменяем свое положение на более лучшее, пока нас не постигла истина. Истина, разлучающая нас с тем, что мы имеем из блага этого мира. Потому что мы не знаем, что нас ждет завтра, что для нас уготовано. Это сад из садов рая, либо яма из огненных ям ада. И кого начало было светлым, того и конец окажется светлым. И кто будет с Аллахом, с тем будет и сам Аллах. Я обращаюсь к тому, кто был искренен в своем покаянии перед Аллахом. Возрадуйся любовью Аллаха к тебе. Возрадуйся любовью Аллаха, возвышенного в своем величии к тебе. Ведь достаточно для кающихся того, что Аллах их любит. Аллах сказал, поистине Аллах любит кающихся и любит очищающихся. О, мои любимые братья! Знаете, что спасение лишь в спрашивании прощения. А не в том, чтобы мы безразлично относились к нашим грехам. И кто совершал причины ради цели, тот ее достигнет. И сегодня мы рассмотрим следующие темы. Первая тема – это благоухание и свитки веры. Далее вкратце расскажем о трех, которые были замурованы в пещере. А затем о тех, которые оставили греховно ради довольства Аллаха. Затем расскажем о той, которая сказала «Я непривлекательна, напротив, я несправедлива к себе». И последняя наша тема будет называться «Размышляйте, о обладателе видения». Итак, первая тема – это благоухание и свитки веры. Наша религия – это религия величия. А величие принадлежит Аллаху, Его посланнику и верующим. И величие невозможно обрести без веры. Нет величия там, где нет веры. Величие не раздают, где попало, и не дарят в дар. Горы бы себя подчинили, если бы верующие величие обрели. И Хафиды бен Касир передают в своей книге Нигая валь-Бидая, затрагивая события 187 года по хиджри, рассказывая, что в этом году римляне просторгли перемирие, которое было между ними и мусульманами. Перемирие, которое заключил Харун-ар-Рашид с императрицей Рима, имевшая титул Августа. И расторжение произошло после того, как они лишили ее полномочий, и на ее место пришел Накфур. Накфур был храбрым. И он написал Харуну-ар-Рашиду следующее письмо. «От Накфура, правителя Рима, Харуну-ар-Рашиду, правителю арабов». А затем, «Правительница, которая была до меня, она представляла тебя в виде большой птицы, а себя считала подобно яйцу, или птенцу, который только родился. И она принесла к тебе свое имущество, которое ты не заслуживал. И все это из-за женской слабости. И когда ты завершишь чтение этого письма, то немедленно займись возвратом того имущества, которое она тебе дала, «И выкупи себя этим, а иначе меч между мной и тобой». Написал это, угрожая Харуну-ар-Рашиду. Говорит, «Когда ты прочитаешь это письмо, верни то, что она принесла тебе из имущества, а иначе меч между мной и тобой». И когда Харуна-ар-Рашид прочитал это письмо, его охватил сильный гнев, в такой степени, что никто не осмелился на него посмотреть и заговорить с ним. Его окружение не стало его беспокоить. После чего он приказал принести свиток и трость с чернилой и написал на свитке следующие слова. «Бсмиллахи рухмани рухим, под Харуна-ар-Рашида, правителя правоверных, Макфуру, римской собаки, я прочел твое письмо о сыне верующей, и моим ответом тебе будет то, что ты увидишь, а не то, что ты услышишь. Затем он приказал подготовить армию и повел ее сам. Повел, пока не дошел до ворот Ираклия. Он открыл эти ворота и взял в наложницы его дочь. Захватил много имущества, все разрушил и все подверг огню. И тогда римская собака Накфур испугался и попросил у Харуна-ар-Рашида перемирия. Также он попросил оставить его на престоле за дань, которую он будет выплачивать ему каждый год. И тогда Харун согласился и вернулся, не дав бой. Тем самым он сдержал свои слова «Ответом тебе будет не то, что ты услышишь, а то, что ты увидишь». И вопрос, которым задаюсь я и который задаю вам, куда делось то величие? Величие, которым мы так гордились когда-то. Величие, которое возвышало нас над другими народами. Что охватило нашу ум, что мы впали в такое бездействие? Что нас ожидает за нашу трусость перед теми, на кого разгневался Аллах и перед теми, кто заблудился? Разве у нас не были быстрые конницы, которые бросались на преступных притеснителей, «Разве у нас не были мужественные и уверовавшие рабы, которыми мы гордились перед всеми на земле?» Что же с нами произошло? Что же такого с нами случилось, что мы вот так остаемся, будучи довольными этим унижением? Мы продолжаем скорбить по куцу, двор которого оскверняет всякая нечисть, а по ночам в котором бывает безлюдно. Возможно, и вы хотите узнать так же, как и я, что же произошло? И ответ на это следующий. Посланник прямого пути, о, если бы мы по нему пошли и пребывали с Аллахом в груди, то никогда бы не проиграли. Посланник прямого пути, о, если бы мы по нему пошли и пребывали с Аллахом в груди, то никогда бы не проиграли. Так и есть. И я это говорю не скрывая. Все так и есть. Мы свернули с пути господина посланников и последовали за теми, на кого разгневан Аллах и за заблудшими. И мы открыто объявили Аллаху войну, за что Аллах и унизил нас. Унизил после того, как мы были хозяевами на этой земле. Разве не из домов мусульман сегодня ночами доносятся звуки музыки и пения, в то время как мусульмане изранены во всех уголках земли? Разве не в домах мусульман эти экраны и всякие каналы творят, что пожелают? Разве не унизили и не оскорбили нашу честь потомки обезьян, крестопоклонники и язычники? Разве они не убили наших детей и не унизили наших стариков? Разве не оставили наших детей сиротами, а женщин вдовами? Разве не подвергли разрушению нашей святыни и мечети? И несмотря на все эти унижения, наша умма продолжает терять себя. Несмотря на все эти унижения, наша умма продолжает пребывать разрозненной. Кто-то посещает ночные клубы, употребляя алкоголь, кто-то азартные заведения, будучи в окружении распущенных девиц и преступников. Наша умма погружена в ложные идеи и пораженческие решения. Наша умма скитается между деятелями искусств, средствами массовой информации и полным подчинением им. И все это после того, как нашим девизом было Аллаху Акбар. После того, как мы променяли лучшее на ничтоженное. Послушай, да благословит тебя Аллах. Послушай, да храни тебя Аллах. Харум, рахимахулла, смог повезти армию и покорить римлян, потому что за ним стояли тысячи из молодежи. Молодежи, которая ревностно относилась к своей религии и защищала ее честь. И он один не смог бы этого добиться без них. И он один не смог бы этого добиться без них. Так где же молодежь сегодня? Где же эти искренние рабы? Где те, которые покаялись, а затем держались в прямом пути и действовали согласно своей вере? Сегодня наша умма как никогда нуждается в молодых юношах и девушках, которые гордились бы своей религией и держались бы крепко за свое верообеждение. И гордились бы нашим славным прошлым. И клянусь Аллахом, клянусь тем, кроме которого нет иного Бога. В нашей умме все еще есть благо. И в нашей молодежи, в наших парнях и девушках все еще есть благо. О, моя дорогая сестра, я расскажу тебе короткую историю. О, моя сестра, я поведаю тебе короткую историю. Была одна поклоняющаяся девушка, которая постилась и выстаивала молитвы, будучи в самом расцвете молодости. Она была девушкой нашего поколения. И к ней посватывался парень. Но она замешкалась в ответе ему. И когда ее спросили, почему же ты сомневаешься, что мешает тебе согласиться, она ответила, я люблю поститься и выстаивать молитвы. Я люблю поститься и выстаивать молитвы. И тогда ей сказали, ведь довольство мужа это и есть поклонение, которое приближает к Аллаху. И ты будешь в довольстве и в поклонении. И тогда она совершила молитву из тихара и дала согласие. Но сказала, с одним лишь условием, всего лишь с одним условием, помимо которого нет другого условия. И тогда ее спросили, и каково же твое условие? Она ответила, слушай, это благословит тебя Аллах. Она сказала, чтобы он разрешал мне поститься три дня в неделю. Она знала, что дополнительный пост нуждается в разрешении мужа. И ему сообщили об этом, и он с радостью согласился. И она сильно обрадовалась его согласию. И ее выдали за него замуж. И так была построена семья на богобоязненности и довольстве Аллаха. Аллаху Акбар. И мы нуждаемся в том, чтобы было побольше таких домов. Домов, которые строятся на богобоязненности и довольстве Аллаха. Чтобы из таких домов выходили мужчины-храбрецы. И тебе, мой брат, так же небольшое напоминание. И тебе, так же небольшое напоминание. Знай да хранит тебя Аллах. Все храбрые рабы вышли из темноты ночи, где они учились искренности, решительности и отваги. Знай да благословит тебя Аллах. Ты не сможешь стать ревностным всадником днем, пока ты не научишься этому, выстаивая молитвы ночью. Мне рассказали про одного парня. Он был худощавым. Мне рассказали про одного парня, который был худым. Он был очень стеснительным и мало говорил. И его не заботило ничего, кроме ислама. Он жил только для этой религии. Ему еще не было и семнадцати, но он уже был проницательным и имел твердое слово. Он обладал мужеством, которое не измеряется годами и возрастом. Один из братьев рассказал про него следующее. Я бывал с ним в пути несколько раз, когда мы выезжали с ним, чтобы призывать людей к исламу. Дороги были изнурительны и мы уставали. Было тяжело и утомительно. Но несмотря на это, я видел от него неестественные, удивительные вещи. Несмотря на усталость, он выстаивал ночные молитвы. И это не были просто обычные выстаивания. Нет, это были долгие и затяжные выстаивания, от которых устают ноги. Мои дорогие братья, многие выстаивают ночные молитвы. Но где это выстаивание от должного выстаивания? И он продолжал рассказывать. Он был очень худощав, но он выстаивал ночные молитвы, читая в них по пять джузов. И он не оставлял это ни на одну ночь. И я вам говорю, вот такими должны быть правдивые рабы, о которых Аллах сказал, они спали лишь малую часть ночи, и перед рассветом они молили о прощении. Такими бывают правдивые рабы, о которых сказал возвышенный и высочайший Аллах. Они отрывают свои бока от постели, взывая к своему Господу со страхами надежды и расходуют из того, чем мы их наделили. Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаянии за то, что они совершали. И в Аллахе, уму, в которой есть такие девушки и парни, никто не одолеет с дозволения Аллаха. Эту уму никто не одолеет и не потерпит она поражения с дозволения Аллаха. Но запомни следующие слова. Она будет подвергаться испытаниям и экзаменам, пока не пребудет веление Аллаха. Я хочу рассказать вам историю о троих, которые не вышли в поход. Это история о покаянии, которую упоминает Аллах в Коране. Упоминает, приказывая нам быть из них и быть вместе с ними. Сказал Аллах. Аллах простил троих, которым было отсрочено до тех пор, пока земля не стала для них тесной, несмотря на ее просторы. Их души сжались, и они поняли, что им негде укрыться от Аллаха, кроме как у Него. Затем Он простил их, чтобы они могли раскаяться. Воистину, Аллах принимающий покаяние, милосердный. И послушай призыв Аллаха. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте справдивыми. Более подробный рассказ о них приводится у Бухари. А я же приведу его для вас вкратце. Посланник Аллаха, саллиллаху, алейхи вассалям, отдал приказ, чтобы все подготовились к походу. Это был поход на Табук. Солнце плало над головами, а путь был далеким. А враг был многочисленным и упорным. Икаб ибн Малик, он был одним из трех, кто остался. И он рассказывает, «Клянусь Аллахом, я не был когда-либо более сильным и подготовленным, как перед походом на Табук, когда я остался и не вышел на сражение. И когда же посланник Аллаха, саллиллаху, алейхи вассалям, вышел со сподвижниками, я сказал себе, «Я их догоню завтра». Но мне не было суждено этого сделать. Я несколько раз собирался в путь, чтобы догнать их, «Ой, если бы я это сделал!» Но мне не было этого суждено. И он продолжает рассказывать, «Посланник Аллаха, саллиллаху, алейхи вассалям, спросил обо мне у сподвижников, тогда, когда они же дошли до Табука. И кто-то сказал, «О, посланник Аллаха!» Его задержала его роскошная одежда, и он засмотрелся на ее красоту. И тогда Муаза бин Джабль сказал, «Защищая своего брата, горе тебе за то, что ты сказал!» «Валлахи, о посланник Аллаха, мы не знали от него ничего, кроме блага». И Кааб говорит, «Когда я узнал, что посланник Аллаха, саллиллаху, алейхи вассалям, уже возвращается с похода, меня охватила тревога. И я начал помышлять о том, чтобы солгать, дабы оправдать себя. Но потом ловил себя на мысли, «А как же завтра избежать гнева Аллаха?» И когда же дошла весть о том, что посланник Аллаха, саллиллаху, алейхи вассалям, уже вот-вот войдет в Медину, я отбросил мысли о том, чтобы оправдать себя ложью, и понял, что у меня нет другого выхода, кроме как говорить только правду. И я сказал себе, «Быть может, Аллах избавит меня за мою правдивость». И собрались все те, которые не выступили в поход. Их было где-то 80 человек. И они предстали перед посланником Аллаха, саллиллаху, алейхи вассалям, оправдываясь и извиняясь. Он принял от них оправдание, которое они говорили, оставив их истинные причины на суд Аллаха. Когда же я предстал перед ним, он улыбнулся мне улыбкой разгневавшегося. А когда я сел перед ним, он спросил меня, «Почему же ты остался? Разве ты не купил перед этим коня?» Я ответил, «Да». Но клянусь Аллахом, я знаю, что если я сейчас тебе совру, и ты примешь мое оправдание, то Аллах все равно внушит тебе ненависть ко мне. И я расскажу тебе правду. Все так, как было. И, возможно, ты останешься недовольным мной. Но я ничего не желаю, кроме как прощения Аллаха. Клянусь Аллахом, у меня не было никаких причин, чтобы отсиживаться. Клянусь Аллахом, у меня нет оправдания. Я клянусь Аллахом, я никогда прежде не был так подготовлен и силен, как в тот день, когда не выступил с тобой в поход. И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Вот этот был правдив. Вставай и жди, пока Аллах не решит относительно тебя». И Кааб говорит, «Я встал, и остальные начали порицать меня за это. И говорили, «Разве тебе не было достаточно того, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, был удовлетворен ответом других и оправдал их?» И тогда я сказал, «Сказал ли кто-либо еще так же, как сказал я?» И мне назвали имена двух мужчин. Это были Мурара ибн Раби' и Гилляль ибн Мэя, после чего я ушел. И на этом ничего не закончилось. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, приказал всем объявить нам бойкот и не разговаривать с нами. После чего люди стали сторониться нас. Изменилось их отношение к нам до тех пор, пока мне не стало казаться, что земля подо мной стала иной. Не той землей, которую я знал прежде. И в таком положении мы пробыли 50 ночей. Что же касается моих двух товарищей, то они заперлись в своих домах и плакали. Я же был самым молодым и крепким. Я выходил и присутствовал на коллективных молитвах вместе с мусульманами. Ходил на рынки, но никто со мной не разговаривал. И терпение при испытании это показатель искренности в покаянии. И он продолжает, «Я приходил к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, где он собирался со сподвижниками, приветствовал его после молитвы и спрашивал себя, пошевелил ли он губами, ответил мне или нет. Затем я молился вблизи него и незаметно смотрел на него. Когда же ночи затянулись, мне стало трудно это переносить. И я перелез через забор Абу-Катады, он был моим двоюродным братом, и я его очень сильно любил. Я любил его больше всех. Я поприветствовал его, но не услышал от него ответа. И я сказал ему, «О Абу-Катады, я заклинаю тебя именем Аллаха, скажи мне, разве ты не знаешь, что я люблю Аллаха и его посланника?» Но в ответ услышал лишь молчание. После чего вновь попросил его, заклиная Аллахом, но он продолжал молчать. Я еще раз его спросил, но он не сказал ни слова. После чего же он все же мне ответил, сказав, «Аллах и его посланник знают об этом лучше». И тогда я не сдержал слезы и стал плакать. Я вышел на рынок Медина в слезах и услышал голос набатийца, прибывшего из Шама, который говорил, «Кто укажет мне на Кааба и Малика?» И люди указали ему на меня. И он подошел ко мне и передал письмо от правителя Асанитов, где говорилось следующее, «До нас дошла весть, что твой господин отнесся к тебе грубо и оттолкнул от себя, имея в виду посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. До нас дошла весть, что твой господин отнесся к тебе грубо и оттолкнул от себя, но Аллах не оставит тебя в унижении и не отвернется от тебя. Присоединись же к нам, мы найдем исцеление твоему горю». И тогда я сказал себе, «Это очередное испытание». И я растопил печь и бросил это письмо туда. И когда прошла сороковая из пятидесяти ночей, к нам пришел посланец от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, с повелением, чтобы мы не приближались к своим женам. Тогда я спросил, «Мне развестись с ней?» На что он ответил, «Нет, только не приближайся». И тогда я сказал своей жене, «Иди в родительский дом, пока Аллах не вынесет решение относительно меня». Такое же повеление было сделано и его двум товарищам. А что касается жены Хилляля ибн Умэя, то она пришла к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и сказала, «О, посланник Аллаха, Хилляля ибн Умэя уже стар, он никому не нужен и почти обессилен. Не разрешишь ли ты мне присматривать за ним?» На что он ответил, «Дозволяю, но пусть не приближается к тебе». И она сказала, «Клянусь Аллахом, он даже не в силах пошевелиться, он не перестает плакать с того дня». И Кааб, рада Аллаху анху, продолжает рассказывать, «Я пробыл еще 10 ночей, пока не завершились 50 ночей, с тех пор, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, запретил людям с нами говорить. И на 50-й день, когда я помолился на крыше дома утреннюю молитву, я все еще пребывал в положении, о котором Аллах сказал в Коране, которым было отсрочено до тех пор, пока земля не стала для них тесной, несмотря на ее просторы. И вдруг мы услышали чей-то голос с вершины горы, о том, как кричал, «О, Кааб ибн Малик, О, Кааб ибн Малик, возрадуйся!» И я полниц от радости. Я понял, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, возвещает о том, что Аллах нас простил. И люди начали сообщать нам эту радостную весть и поздравлять нас. И я снял свою накидку и одел на первого, кто пришел поздравлять меня с этой радостной вестью. Я надел ее на него за эту радостную весть. И клянусь Аллахом, у меня не было другой накидки. Затем я занял накидку и, надев ее, направился к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Там меня встречали толпы одна за другой. Они поздравляли меня с прощением от Аллаха. И когда я вошел в мечеть, ко мне в торопях направился Тульха ибн Убайди-Ллях. Он пожал мне руку и поздравил. И клянусь Аллахом, я не забуду этого от Тульхи. И когда я поздоровался с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он сказал мне сияющей улыбкой от радости. И когда он радовался, его лик сиял в подобной лне. Он сказал, «О, кааб! Возрадуйся самому лучшему дню в твоей жизни с тех пор, как тебя родила мать. И тогда я спросил, это прощение от тебя или от Аллаха? И он сказал, «Нет, это от самого Аллаха». «Это от тебя или от Аллаха?» А он сказал, «Нет, это от самого Аллаха». И когда я сел перед ним, я сказал, «О посланник Аллаха, воистину Аллах спас меня по причине моей правдивости, и показателем моей правдивости будет то, что я не буду говорить помимо правды ничего, пока я жив. И клянусь Аллахом, я не знаю никого из мусульман, который бы так легко проходил испытания на правдивость, чем я». И Аллах не спослал своему посланнику, саллиллаху алейхи вассалям, аяты, в которых оправдывает этих трех верующих, сказав, «Аллах принял покаяние пророка, мухаджиров и ансаров, которые последовали за ним в трудный час. После того, как сердца некоторых из них чуть было не уклонились в сторону, он принял их покаяние, ибо он сострадательный, милосердный. Аллах простил троих, которым было отсрочно до тех пор, пока земля не стала для них тесной, несмотря на ее просторы. Их души сжались, и они поняли, что им негде укрыться от Аллаха, кроме как у него. Затем он простил их, чтобы они могли раскаяться. Воистину, Аллах, принимающий покаяние, милосердный. Только поразмыслите, мои кающиеся братья и сестры, над словами посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказанной Каабу, «Возрадуйся самому лучшему дню в твоей жизни с тех пор, как тебя родила мать». О, Аллах, как же прекрасно это покаяние! Как же прекрасно это возвращение к Аллаху! Покаяние — это испытание и экзамен, чтобы тот, кто умер, умер на ясности, и тот, кто живет, жил на ясности.